я когда делаю этот ролл значит я вот использую икру я использую эту икру и у меня вообще еще есть малиновый экран красный наборец и черный я говорю давайте по стендалью сделаю кто знает кто такой стендаль писать мне тут говорят вот красный черный написал вот я говорю давайте сделаем да хорош коньяк я купил как-то люди как-то так реагирует на это дело то есть в общем современная молодежь даже не знаю что он писатель вообще правда меня дойдешь что поставила в тупик когда она стала меня а когда он жил а чё он я даты вообще никогда не вспоминаю я знаю что где-то там жил в общем то так хорошо и писал ему кстати еще и белые черные белые красный белый красный черный и красный белый берем чуть больше риса и кладем его вот сюда значит все также шершавой стороной наверх но здесь уже мы можем в принципе он будет внутри и неважно какой стороной но просто уже можете так и дальше я вот раскладываю этот рис точно так же все должно быть у нас опять же ровно но если вы заметите я немножко захожу за край самого нори дальше а здесь немножко оставляю для того чтобы нам соединить дальше можно сейчас здесь намазать икрой если вы хотите сделать полностью ровно так то есть вы можете прям сразу здесь намазать икрой потом так вот накрыть перевернуть понятно да дальше мы берем ложку значит в классическую калифорнию в которой японцы придумали американцев значит смотрите что тут идет майонез огурец краб или креветка или лосось зашпаренный и авокадо что это значит это значит что мы с вами делаем крабовый салатик рис майонез и так далее да в данном случае я просто возьму сейчас сыр потому что сыр больше является больше в восторг приводит наших людей и мы сейчас с вами сделаем практически ту же самую калифорнию просто когда начинаешь объяснять нори размокает и в общем то кладем огурцы меня значит на одном мастер-классе спросили с какой стороны что класть значит кладем огурцы с одной стороны авокадо с другой стороны значит еще хочу просто обратить ваше внимание количество ингредиентов и количество по наименованию ингредиентов определить из рук и вы хотите положить один хотите положить и 20 самое главное потом завернуть понятно заворачиваем и здесь точно так же чтобы вот этот вот эта часть попала именно вот сюда смотрите видите да и опять же вот мы вот это движение то есть мы должны воздух лишний оттуда вынуть вот это движение мы делаем всегда да это практически самое главное дальше про чуть-чуть прокатываем еще делаем это движение видите он еще не завернулся и еще дальше мы это делаем в принципе ролл готов да уже да она бы просто была уже просто вся вся полностью сверху но я вас научу сейчас делать немножко по-другому да она она просто вожмется туда но я сейчас тоже я вам сейчас покажу просто как это вот как это делается по стендарю я уже назвал мелочью так приятно и кстати говоря если просто взять и так и положить да будет разная шапочка это уже кстати говоря у меня в продаже есть черная икра они мне попросили эту игру для того чтобы настоящий ну да чтобы муляж сделать теперь смотрите количество икры регламентируйте сами да то есть это единственное что я конечно не не могу не сказать так дело в том что я почему перестаю пользовать эту игру вообще не люблю ее пользовать и если кто-то пожелает я могу дать кунжут или укроп или да не вот да она вся красится и тобика и масса га вот это икра ведущие мыши рыбы значит она приходит я как посчитал этикетку сделан белоруссии я знаю белоруссии есть море минское море но там она пресная и я потом стал читать е 125 красить е 625 е е ну и и в общем ну как бы сказать сейчас без е вздохнуть не то есть везде все одно е что мы делаем дальше режем пополам японская кухня имеет четыре принципа и первый из них это видовая кухня то есть у нее должно быть все красиво а по прижать все равно будет не очень красиво поэтому вот эти кончики обрезаю как вы думаете куда они дальше но представьте себя на месте повара вы съели это один раз вы съели это два раза 25 раз конечно мусорку сейчас минутка в компании характер есть в новосибирске компания названием характер сколько раз я не пытался убедить значит смените название но в принципе я понимаю почему потому что характери звучная спорная и он сейчас екатеринбурге в ночью захватывает потихонечку поэтому он как бы ну никак не в какую не стала значит там в конце смены а очень большая компания и в одном значит огромный таз разноцветных обрезков свинью заведите по японски будет вам это уговорить значит дальше делаем да вопросы по этому есть значит смотрите что мы туда можем внутрь что угодно что угодно то что вам нравится пробуйте и понимаете самое интересное вот просто и сейчас я немножко забегу вперед когда вы приедете домой то есть вы теперь умеете это все делать да вы теперь умеете как ты вы что сделаете нет лучше научиться самому как кому-то это что-то объяснить тоже когда вы начинаете кому-то что-то объяснять вы начинаете сами понимать свои собственные ошибки и так далее это сделайте ингредиенты вы также поставьте столы и дайте людям коврики и нори положите все пусть вот рис вот нори все нет и не так делаешь вот вот на 2 понимаете да и там во первых это будет очень креативно для ваших гостей которые у вас там есть давайте попробуем так